Всех приветствую, продолжая просматривать работы художников, скульпторов, знакомиться с их автобиографией. Французский художник и скульптор Жан-Александр Жозеф Фальгьер. Александр Фальгьер родился 7 сентября 1831 года в городе Тулуц. Учился в мастерской скульптора Франсуа Жуфруа, затем жил как свободный художник в Париже. В 1859 французская академия присудила ему римскую премию «Я пользуюсь википедией». В 1864 дебютировал на парижском салоне со своей скульптурой «Победитель в петушином бою», заслуживший положительной оценки за свою натуралистичность. Через 4 года на парижском салоне его работа «Тарцизий, христианский мушенник» была удостоена почетной медали. Обе скульптуры были выставлены в Люксембургском музее и сейчас находятся в музее Арсе. Под творческим влиянием Жана Баптиста Карпо Фальгьер все более склонялся к натурализму в искусстве. Приблизительно с 1870 года его работы становятся широко известными. Скульптор получает многочисленные заказы, в том числе для украшения новой оперы и французского театра. Для своего родного города Тулуза Фальгьер создал в 1857 году аллегорическую скульптуру «Швейцария», поддерживаемую французскими гвардейцами. В 1878 году для города Маккон статую поэта Альфонсо де Ла Мартина. Начиная с 1873 года Фальгьер занимался преимущественно пейзажной и портретной живописью. Находился под творческим влиянием художника Жан-Жака Эне, стараясь подчеркнуть в своих полотнах игру святотень. В 1878 стал офицером Ордена Почетного Легиона. В 1896 году он создал статую танцовщица. При этом скульптору позировала известная артистка Клео де Мерот, что привело к скандалу в обществе. Александр Фальгьер умер 20 апреля 1900 года в Париже. В числе его известных учеников Марио Жан-Антонин Мерсье, Гастон Шнек и Люсьен Шнек. Вот так вкратце из переводной википедии о французском художнике и скульпторе Жан-Александр Жозеф Фальгьер. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok